Всем привет! Сегодня наша постоянная рубрика по домам. Мы находимся сейчас в поселке Бандусид в Паттайе, ну или в простонародье, как мы его называем, русский поселок. Сегодняшний выпуск посвящен трем домам в разной ценовой категории на перепродажу. То есть дома не от застройщиков, а от собственников. Начнем с дома, который мы отнесли к среднему ценовому сегменту. Let's go! Это у нас стандартный участок. Здесь 240 квадратных метров земли и 106 квадратов площадь самого дома. Владелец захотел себе поставить бассейн. Минимальный бассейн, который можно было установить в этом поселке, это 20 квадратных метров, 4 на 5. Таким образом он выглядит. Обслуживается бассейн в среднем, цена будет 1500 бат в месяц, зачистку и уборку. Вот. Касательно двора территория такая. Парковочное место было для автомобиля, небольшая беседка, крытая с освещением и бассейн. Пошли смотреть сам дом. Ну что, у нас 106 квадратов, 3 бедру в нашем распоряжении на ближайшие полчаса. Так, сразу что хочется сказать. В Дусите, практически во всех домах, крыши идут, ну вот, как видите, треугольные. Сделано это по элементарным правилам физики, термодинамика за 7 класс. В общем, весь горячий воздух уходит наверх, а здесь остается прохладный. За счет этого, даже когда на улице пекло, в доме, в принципе, можно находиться и без кондиционера. Так, ну, начнем, наверное, с самого неинтересного, с гостевых спален. Здесь у нас даже поставили какое-то маленькое рабочее место. Есть свой шкаф и какой-то туалетный столик. В этой спальне также есть выход свой. Не знаю, в чем его функционал. Может быть, если здесь остановились люди, которые, например, часто курят, чтобы не бегать через зал, особенно утром не будить никого, взяли, вот, вышли, на улицу покурили. Но курить вредно, поэтому бросайте это дело. Вот. Спальня простая. По факту дом продается вот со всей мебелью, которая здесь есть. Ну, если не устраивает, можете, конечно, все это выкинуть, купить что-то свое. Но вполне, вполне сносная, вполне пригодная мебель. Вторая спальня. Эта спальня чуть потемнее. Ну, оно и понятно, у предыдущего была стеклянная стена. Здесь ее нет. Но, тем не менее, размеры у нее те же самые. Тоже есть небольшое рабочее место. Есть шкаф. Довольно-таки большой. Все, вон, гладилка, все здесь есть. Стулья какие-то. В общем, заезжай живи. Дом вообще готов для жизни. Хоть сейчас. Так, идем в святая святых. Идем на кухню. Я просто обожаю, когда кухня сделана вот по такому принципу, что отдельно есть вот такая большая зона, где можно готовить, есть рабочая поверхность. И всегда обязательно, чтобы была пара стульев. Потому что, например, к тебе приходят друзья, ты что-то готовишь. И они сидят здесь с тобой, например, выпивают чай. И вы что-то обсуждаете. Единственное, я вот сейчас думаю. Вот представим, что сидят здесь два моих друга, а я здесь готовлю что-то. Не будет ли лететь масло на них? Не знаю. Я перееду в такой дом, потом обязательно расскажу. Непонятно, почему поставили сюда микроволновую печь. Потому что для нее вот место специальное. За счет этого можно было освободить здесь еще рабочую поверхность. Но почему-то владельцы сделали таким образом. Здесь вся посуда, все вилки, ложки, ножи, все, что нужно, все есть. Мебель, она вся с доводчиками. Даже вон есть тостер, огромное количество полотенец. Тоже какие-то кастрюли. Чопики даже есть, на случай, если ремонт затеете. Здесь посуда. Холодильник. Холодильники пусто, ну ладно. Посуды здесь тоже хватит. Если у вас супер большая семья, поверьте, тарелок тут хватит на всех. Так, здесь же рядом с кухней у нас гостевой туалет. Как раз таки вот для этих спален. Здесь душ. Туалет и раковина. Так, идем в самое главное помещение любого дома. Это мастер-бедрум. Хозяйская спальня. Так, ну мастер-бедрум, естественно, это самая светлая комната. Здесь много окон. Опять же, стеклянная стена. Но здесь у нас чуть-чуть другой выход. Здесь у нас выход сразу в бассейн. Так что можно проснуться, потягушки устроить и прыгнуть. Также в мастер-бедруме, естественно, есть свой туалет. Своя душевая. Находится здесь. Такой же абсолютно санузел, как и предыдущий. Касательно, кстати, если говорить о цифрах. Вот обслуживание такого дома, оно обойдется владельцу в 900 бат в месяц. То есть это порядка 30 долларов в месяц. За что эти деньги? Это деньги за то, что у вас вывозят мусор. Работают охранники. Весь поселок, он с охраной, с видеонаблюдением. В каждом поселке есть какая-то инфраструктура. Есть бассейны, есть детские площадки, есть аквапарки. Есть теннисные корты, футбольные площадки и прочее. То есть за счет того, что это все у нас есть бесплатно для жильцов либо арендаторов, работает определенный персонал. Нужно платить им зарплату. Поэтому расходы по такому дому 900 бат в месяц. На самом деле домов в перепродажу хватает. Все, естественно, показать мы не можем. Выбрали самое интересное по ценам. Этот дом у нас стоит 3 миллиона 900 тысяч бат, включая полностью переоформление. По поводу графиков платежей и прочего, все это договаривается всегда индивидуально с каждым покупателем. Поэтому нет каких-то строгих рамок. Всегда будем приходить к какому-то консенсусу. Вот, с этим домом мы закончили. Поехали в следующий. Это у нас будет сегодня самый недорогой домик. Здесь 240 квадратов, также площадь участка 106, площадь дома. Но если в предыдущий дом был у нас с тремя спальнями, этот с двумя. Здесь нет бассейна, но во всем остальном практически все то же самое. Дом этот стоит на продаже. То есть здесь вообще никто не живет, он не сдается в аренду. Он частично меблирован. Но как раз это, наверное, оптимальный вариант для тех, кто ищет именно под себя, для того, чтобы укомплектовать своей мебелью и техникой. Но тем не менее, какой-то пакет все равно от предыдущих владельцев остался. Здесь у нас хозяйская спальня. Есть в ней мебель. Не самая свежая, но опять же, это все можно выбросить, купить все свое. И санузел. Душевая с туалетом, стандартно. Идем далее. Кухня похожа на предыдущий дом, но рабочая поверхность, именно вот сама варочная плита, вынесена сюда вместе с вытяжкой. А здесь просто барная стойка или место для разделки. Кстати, наверное, даже так поинтереснее. Вот здесь точно никакое масло на друзей не будет лететь. Запахов никаких не будет. Да, это 100% оптимально и очень удобно. Вот у тебя вся рабочая поверхность. Далеко ходить не надо, просто крутишься, как маэстро на стуле. Так, все в шкафах. Что за конфетки? Так, выход на задний двор. Там мы уже запомнили, стоит стиралка, холодильник. Вторая спальня. Стандартная по размерам. Здесь уже нету, в предыдущем доме вот здесь стояла дверь. Здесь был мастер-бэдрум, был выход к бассейну. Здесь у нас просто парковочное место. И это по факту гостевая спальня. А туалет для гостей находится вот здесь. Тоже туалет с душем. Потолки и вся конструкция идет стандартная. В общем, все то же самое, что было в предыдущем доме. Только в прошлый раз у нас было вот здесь две спальни. А здесь сделали одну, чуть побольше. А гостиная осталась то же самое. Опять же, сюда ставится телевизор. Или сюда ставится телевизор и какая-то там мебель. Потому что вот вывод идет под установку всей техники. И сюда, наверное, ставим диван, делаем мягкую зону. Итак, по цифрам. Обслуживание этого дома будет обходиться в 900 бат. Здесь нет бассейна, поэтому расходы ежемесячно будут гораздо меньше. Второй момент. Этот дом стоит 3 миллиона 600 тысяч бат. Вот с той мебелью и вот со всем, что вы сейчас видели. По факту, если добавить 300-400 тысяч, можно укомплектовать дом хорошей мебелью. Можно поставить хорошую технику, большие телевизоры. И подобрать это все, исходя из своих собственных предпочтений. И в сухом остатке вы получите дом 3 900 или 4 миллиона. Но именно с теми внутренностями, которые понравились именно вам. Поэтому это такой дом, кто люди рассматривают взять просто как коробку. И подобрать уже все наполнение под себя. Друзья, здесь у нас все. Едем смотреть самый большой на сегодня дом в 2 этажа. И он будет самый дорогой в сегодняшнем выпуске. Поехали. Ну что, это последний дом на сегодня. Он у нас будет самый большой. В нем уже более такой солидный бассейн. Здесь 35 квадратов в его площадь. Добротная беседка. Есть зона, где можно поставить барбекю, пожарить. Уже парковочное место такое. Прям можно любой джип сюда загнать. Ну и сам дом в 4 спальни. Кстати, не пугайтесь, что здесь стоит синяя бочка. Если вдруг непонятно для чего, она никакого отношения к бассейну не имеет. Это просто резервный танкер на случай, если есть какие-то проблемы с водой. Что в принципе в Таиланде редкость. Но тем не менее. То есть принцип идет такой. С центрального водоснабжения вода сначала попадает в бочку. И потом с помощью насосов идет уже на дом. Даже если проблема какая-то будет с центральным водоснабжением, у вас всегда будет 1500 литров на запасе. Как минимум там пара дней. Хватит тут помыться и на все остальные дела. Тут у нас автоматически уже ворота идут для заезда домой. Ладно. Что у нас здесь? 344 квадрата площадь земли и 260 квадратов площадь дома. Здесь 2 этажа и 4 спальни. На первом этаже у нас есть маленькая спальня гостевая и зал. Ну естественно с кухней. Не совсем понятно для меня вот это. Наверное это какое-то необходимое техническое решение. Может быть это несущие колонны. Но в любом случае это можно обыграть. Поставить здесь себе например или мини-бар какой-то или просто полочки декоративные. Но тем не менее эту штуку никуда не денешь. Здесь у нас кухня. Кухня укомплектована. Вон есть и печки, и микроволновки, и все что только нужно. Полка плитки все есть. Но все же мне больше нравится кухня, как в первом варианте, когда есть вот отдельная зона, так и квадратная. Так, что у нас здесь? Здесь выход. Выход на задний двор и установлена там у нас стиральная машинка. Из зала есть 3 выхода, через которые я вошел. Второй, как раз он подходит почти к бассейну. И еще один, тоже можно сказать, что это центральный вход. Здесь. Так, сейчас глянем спальню, которая на первом этаже. Я отсюда вижу, что она очень маленькая. Но это для, наверное, самых вредных гостей. Потому что здесь нет шкафа, но просто спальное место. Здесь душ, туалет. Самое интересное, наверное, на втором этаже. Так, ну это у нас вторая по счету спальня. Тут живет какая-то принцесса 100%. Вон даже постельное белье. Просто умиление. Я бы даже сам на такой хотел бы спать. Ну ладно. Судя по всему, здесь живет какой-то ребенок. Ну, либо какая-то инстаграм-дьюти-блогерша. Еще один санузел. Туалет, душевая. Пошли сотрить третью спальню. Есть, кстати, в каждой спальне по балкону. Да. Балконы небольшие, но все равно. Здесь уже все какое-то такое более классическое. Точно такой же санузел. Душ, туалет. Ладно, самое интересное, как всегда, это в мастер-бедрумах, в хозяйских спальнях. Идем сюда. В каждой комнате по кондиционеру. Вот в первой был шкаф, во втором... Ну-ка, сейчас, секунду, еще раз гляну. Во втором не было. В мастер-бедруме смотрим. Ну, здесь видно. Да, шкаф большой. Так. Святая святых. Ванна. Здесь у нас две раковины. Никогда не понимал этой фишки, но пусть будет. Есть ванная. Ванны сделают в Таиланде довольно редко. Как правило, либо в дорогих апартаментах, или в люксовых отелях, или в домах. И то даже далеко не всех. Так что, когда есть ванна, это стопроцентный плюс. Тем более, что есть и душевая. Немного странно. В предыдущей спальне стояла большая кровать. Стоял king size. Здесь видно, что это queen size. Не знаю, почему так. Но можно поменять местами легко. Зато телевизор хороший, большой. Здесь у нас, судя по всему, балкон. Но балкон совсем крошечный. Наверное, 3 квадратных метра. Вид на внутреннюю часть поселка. На соседей. Но все равно. Здесь очень тихо. Нету машин. Никто не катается. Никто не шумит. Вон птички, бабочки летают. И так, резюмируем. Дом этот у нас. 344 квадрата земля. 260 площадь дома. 4 спальни. 4 санузла. 2 этажа. Бассейн 35 квадратов. Есть беседка. За все это удовольствие 5 миллионов 500 тысяч бат. На мой взгляд, это более чем адекватная цена, учитывая, что на сегодняшний день есть квартиры, которые по площади 35 квадратных метров примерно в такую же стоимость. Особенно, если это, например, высокие этажи. Ну, а здесь у нас огромный дом в 4 спальни за те же самые деньги. Поэтому более чем адекватно. Обслуживание недорого. За бассейн и за сад 2,5 тысячи бат в месяц. И обслуживание поселка, опять же, за охрану, за наблюдение, за вывоз мусора и прочее, тоже 2,5 тысячи бат в месяц. Все, ну, как бы здесь, в Таиланде платится всегда от площади земельного участка. Чем больше земельный участок, тем больше будут расходы. Вот, на сегодня я с вами прощаюсь. Вы не забывайте, что это не единственное 3 дома, которое у нас есть на продажу. Есть дома в разных ценовых категориях, разного формата. Мы не успеем просто даже всех их показать. Поэтому, если ищете дом для себя, пишите, не стесняйтесь нам. Ставьте, оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Ставьте лайки на комментариях. Мы это все любим, все это читаем. До скорых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok